Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – квадратные неравенства. Перед тем, как мы начнем говорить о квадратных неравенствах, рассмотрим функцию. Разберем ее, а потом перейдем к квадратным неравенствам. Предположим, у нас есть функция f равно х в квадрате плюс х минус 6. Для того, чтобы выяснить, в каких точках график функции пересекает ось х, или другими словами выяснить, чему равны нули функции, нужно найти такое значение х, при котором f будет равна нулю. Правильно? Так как f равно нулю, когда график пересекает ось х. Значит, по сути, нам нужно решить квадратное уравнение х в квадрате плюс х минус 6 равно нулю. Разложим трехчлен в левой части на множители. х плюс 3 умножить на х минус 2 равно нулю. Как видим, корнями этого квадратного уравнения будут числа минус 3 и 2. Давайте теперь изобразим на графике эту квадратичную функцию. Хм, получились не совсем ровные прямые. Итак, нули функции – это х равен минус 3. Вот точка минус 3 – 0. Это одна из точек, в которой график пересекает ось х. В этой точке значение у, или f равняется нулю. А вот это точка с координатами 2 – 0. Это ось х, а это ось f . И также нам известно, что ордината точки пересечения графика с осью у, или f равна минус 6. Эта точка будет и вершиной. Вот так приблизительно выглядит график нашей функции. Это парабола. Она пересекает ось х в точках х равен минус 3 и х равен 2. Согласитесь, ничего сложного. Вместо f мы подставили 0, вычислили нули функции, отметили их на графике, отметили вершину и провели кривую. А что, если вместо того, чтобы найти значения х, при которых f равно 0, это вот эти две точки, нам нужно найти значения х, при которых f больше 0? При каких значениях х f принимает значение больше 0? Или другими словами, при каких значениях х следующее утверждение неравенства, истина. х в квадрате плюс х минус 6 больше 0. Это всего лишь f . Посмотрите на график. Когда f больше 0? Это ось f . Все, что выше оси х, это так называемая положительная территория для f . В какой части графика функция принимает положительные значения? Наведу эти части еще другим цветом. Здесь функция тоже больше 0, потому что эта часть графика выше оси х. И здесь тоже f больше 0. Теперь ответьте мне на вопрос. При каких значениях х это неравенство справедливо? f больше 0, когда х меньше минус 3, или больше 2. Потому что если х больше 2, то f больше 0. Если же х меньше минус 3, то f опять-таки больше 0. Таким образом, решение этого квадратного неравенства можно сказать, что мы решили его графическим способом. Следующее. х меньше минус 3, или х больше 2. Можно это проверить. Вы можете, к примеру, подставить вместо х 4 и увидите, что значение функции при этом больше 0. Вот в это неравенство мы подставляем. Можете подставить тройку. Тройка также удовлетворяет этому неравенству. Или же можете попробовать подставить значение 0. Оно как раз не должно подойти, так как не входит во множество значений, удовлетворяющих неравенству. 0 находится между минус 3 и 2. Посмотрите на график. При х равном 0, f равно минус 6, а минус 6 однозначно меньше, а не больше 0. Надеюсь, это наглядное объяснение помогло вам понять, что в принципе собой представляют квадратные неравенства. Ну что ж, рассмотрим еще несколько примеров, чтобы окончательно во всем разобраться. Возьмем что-то посложнее. Итак, предположим, нам дано – минус х в квадрате минус 3х плюс 28 больше 0. Нам нужно избавиться от минуса перед х в квадрате в левой части. С этим минусом не так просто будет разложить трехчленный множитель. Умножим неравенство на минус 1, обе его части. Получаем х в квадрате плюс 3х минус 28. И если мы умножаем или делим любое неравенство на отрицательное число, то знак неравенства мы должны поменять на противоположное. Был знак больше, меняем на меньше, значит, меньше 0. Разложив выражение в левой части на множители, мы получим х плюс 7 умножить на х минус 4 меньше 0. Если бы здесь был знак «равно» вместо «больше», то тогда мы могли бы найти корни этого квадратного уравнения. А давайте так и сделаем. Предположим, f равно х плюс 7 умножить на х минус 4. После того, как мы разложили трехчлен на множители, очевидно, что корни этого уравнения х равны минус 7 и х равны 4. Но нам нужно узнать, какие значения х удовлетворяют этому неравенству. Есть одна хитрость. Это касается абсолютно всех квадратных неравенств, не только этого. Квадратному неравенству всегда будут удовлетворять значения, которые лежат либо в промежутках за нулями , либо между ними. Чтобы выяснить, в каком же все-таки промежутке лежат интересующие нас значения, я подставлю в неравенство числа из этих интервалов и посмотрю, удовлетворяют ли они неравенству. Давайте возьмем число, которое находится между х, равным минус 7, и х, равным 4. Подставим х, равное 0. f равно 0 плюс 7 умножить на 0 минус 4. Это равно 7 умножить на минус 4, а это равно минус 28. Таким образом, f равно минус 28. Вот неравенство, с которым мы работаем. На самом ли деле минус 28 меньше 0? Безусловно. Оказывается, что значение х, которое лежит между двумя корнями, нулями функции, подходит нам. Следовательно, все х, которые находятся между двумя корнями, удовлетворяют нашему неравенству. Значит, решение неравенства х больше минус 7 и меньше 4. Мы можем подставить и другие числа, те, которые меньше минус 7 или больше 4. Попробуем? Подставим 5. х равен 5. f равно 12 умножить на 1. Или 12. f равно 12. 12 меньше 0? Нет, конечно. А это еще раз доказывает, что мы правильно решили неравенство. А давайте еще изобразим ответ на числовой прямой. Возможно, так будет понятнее. Проводим оси… Ой, это слишком жирная линия. Вот так приблизительно выглядит парабола f . И эта парабола пересекает ось х в точках минус 7, 0 и 4, 0. Это нули функции. И мы говорим, что если значение х находится между этими двумя числами, корнями, то f меньше 0. И это логично. Когда f принимает отрицательные значения? Вот это график f . А где f меньше 0? Здесь. Какие же значения х нам подходят? Вот эти все значения. Вы можете спросить, стоит ли включать нули функции во множество значений, удовлетворяющих неравенству. А вы попробуйте подставить их, получится ли истинное неравенство. Обратите внимание, в данном случае неравенство строгое. Мы не включаем нули в промежуток, который представляет собой решение неравенства. Если бы здесь вместо знака «меньше» был бы знак «меньше или равно», то в ответе х также был бы больше или равен минус 7 и меньше или равен 4. И значения минус 7 и 4 в таком случае удовлетворяли бы неравенству. Надеюсь, это вам понятно. Подставив в неравенство число из промежутка между корнями, и число, которое находится вне этого промежутка, вы поймете, какой интервал вам нужен. На этом все. До встречи на следующих уроках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok